Привет, дорогие мои! Сегодняшнее видео посвящено моей дорожной косметичке. У меня было потрясающее событие на днях. У меня была двухдневная командировка, конгресс компании Арифлейм. Ну и, конечно же, мне надо было сесть в поезд и две ночи в поезде, в общем-то, провести. И, соответственно, я собрала дорожную косметичку. Когда я собираю вещи, для меня очень важно, чтобы, если сумки несу я, если я не за рулем, да, и придется нести сумки, для меня самое важное – это легкий вес сумок. Я терпеть не могу тяжелые сумки. Когда появился автомобиль, я отвыкла еще, в добавок ко всему, от тяжелых сумок. Поэтому основной критерий для меня – это легкое. Это основное. Ну и, естественно, беру самое необходимое. В дорожной косметичке, оказывается, те продукты, от которых я отказаться не могу, ну, ни при каких обстоятельствах. Ну и с учетом, конечно, того, что это всего лишь две ночи в поезде. Итак, упаковала я все вот в такую косметичку. Она очень удобная для дороги, потому что два отделения, и я могу уже в процессе, да, не сразу, а уже потом в процессе формировать, что мне куда удобно. Например, в первое отделение положить такие вещи, которые мне могут понадобиться в течение дня. Зеркало, там, помада, да, и ручка, или еще какие-то такие вещи, салфетки, или еще что-то такое. А уже в другом отделении что-то такое, что, ну, я накрасила, исположила, и оно мне не понадобится до следующего дня. Поэтому в этом плане, конечно, очень удобна именно вот двойная косметичка. Она легкая, она невесомая, она, знаете, я каждую вещь перед дорогой взвешиваю. Так, легкая, нет, поэтому тяжелого не беру ничего. Косметичка просто для этого великолепна. Приступим. Первое отделение я открываю. У меня здесь, конечно же, салфетки. Они антибактериальные, они увлажняющие, они подходят абсолютно для всего. Они снимают великолепно макияж. Они для лица предназначены. Но я ими пользуюсь для всех областей, знаете, мини-душек такой, везде, где надо, этими салфеточками великолепно. И для рук в том числе я их могу использовать, потому что антибактериальный эффект, в том числе и стол, и, ну, в общем, везде и всюду. Очень люблю, очень классный. Но самое главное, демакияж, потому что не надо с собой тащить упаковку с моющим. Не надо еле антимной гиены брать. Дорожный вариант, просто спасение. Зубная паста, безусловно. Кстати, зубную щетку я уже выложила, но зубная щетка у меня тоже была в косметичке. И, конечно же, дезодорант, куда от него свежесть должна быть всегда. А именно этот дезодорант беру, потому что, ну, защита такая. Знаете, я знаю, что я могу бегать, я могу делать что угодно, я могу прыгать, танцевать, в общем, все, что угодно. И этот дезодорант назначена меня защитить. Поэтому этот дезодорант. Ну и он маленький. В отличие от спрея. Пилочка. Я без пил... Это моя, кстати, любимая пилочка. Этой пилочки уже лет-лет и памяти нет. У них много было. Я, наверное, упаковок 5 их купила, в каждой было по 3. В общем, они по всем сумочкам постепенно расходуются. Ну вот, обожаю из всех на сегодня. Это моя любимая пилочка. Ну вот, жду еще новинку металлическую, которую будет интересно попробовать. Не могу, когда у меня где-то что-то цепляется. Мне пилочка обязательно нужна. Расческа. Обожаю именно эту. У меня их несколько штучек. И как-то я думала, что я потеряла одну. И когда увидела в скидках, я, конечно же, захватила. Занимает места мало. Здесь, ну, зеркало. И выгибается расчесочка. Массажная. Ну, класс. Удобно. И самое главное, компактно. Гель антибактериальный. Салфетки, конечно, это хорошо. Но я настолько щепетильно в плане чистоты. Поэтому я салфетками вытираю руки. А потом могу еще и антибак. Не могу, а обязательно антибаком обработаю. Потому что в поезде, ну, вроде бы только помыл руки, уже за что-то взялся. Ну, это неизбежно. А после обработки этим гелем 2 часа микробов на руках нет. А для меня это важно, потому что, ну, как? А как иначе, да? Поэтому очень мне нравится этот гель. Однозначно в дорогу я его взяла. Конечно же, пудра. Я взяла пудру Studio Art. Почему именно ее? Потому что, конечно же, я фотографировалась. Вот такой оттеночек у меня. И она со светорассеивающими частицами. И поэтому на фотографиях я буду выглядеть лучше, чем если будет просто обыкновенная пудра. Поэтому именно эта пудра. Духи. Когда-то здесь были мои любимейшие духи. Фрея. На сегодняшний день их, к сожалению, нет в производстве. Я, конечно, просто, если бы их вернули, я вообще от них балдела, конечно. Но здесь не менее классный парфюм. Он, Фрея, естественно, закончился давным-давно. Но здесь это такой пузыречек, который откручивается. И сюда можно набрызгать абсолютно любого парфюма. Что я, конечно же, и сделала. И сюда я набрызгала Paradise. Стойкий, в дорогу то, что надо. Приятно пахнет, ненавязчивый. Дорого пахнет. Вот. Поэтому вот такой дорожный вариант у меня. Ну, вы знаете, у меня как-то спрашивали, есть ли у меня продукты, которые мне не нравятся. Аутсайдеры, да? Вот этот продукт у меня был аутсайдером. Мне он не нравился. Точнее, я его взяла. Я потом думала, зачем я его взяла. Я не поняла, зачем я его взяла. И он у меня очень долго лежал. Потом я на него так подсела. Вы видите, что творится. Он у меня уже скоро закончится. Я его использую как румяна, как корректор. Потому что вот здесь серединки, видите, остатки темно-коричневого такого были, уже закончились. Великолепно. В основном румяна и вот как корректор. Вот я для этих целей использовала. Причем разговариваю с сестрой на... И у меня лежал. А теперь, говорит, я полностью как румяна. Ну, таким бронзирующий румяна, да, с оттенком загара, говорит, использую. Так что сложно насчет аутсайдера, потому что тут лежал. А теперь любимый. Причем даже в дорогу его взяла. Без него никак не могу. Тушь для ресничек. На сегодняшний день это моя любимая тушь. Она мне длину дает, она загибает. В общем, и загибание это остается, долго держится. Поэтому именно эту тушь взяла. Для ресниц с собой в дорогу. К тому же ей удобно краситься в поезде. Она не наляпывает, она не склеивает. В общем, все такое. Конечно, если бы я брала дневные и ночные крема в банках стандартных, это была бы очень большая косметичка. А я, помните, говорила, что я люблю по минимуму все. Поэтому ночной крем. Это когда-то вот такие баночки. Был набор Верри Флейм. И там для шампуня были вот такие для кремов. Здесь у меня ночной крем Биоклиник. Дневной крем я уже взяла в пробничке. Причем у меня было два пробничка. Это вот второй, видите, уже начатый. Мы с мамой были. Я сказала, мама, не бери кремак. Я возьму на двоих. Тональный крем. Я вот такие бочоночки со специально смягчающего средства не выбрасываю. А я их вот как раз в дорогу и беру. И что я сюда в них только не ложу. Здесь у меня тональный крем. Я взяла слоновую кость, адаптив. И к тональному крему я взяла кисточку, чтобы удобно было доставать. Ну, это для корректора. Но, тем не менее, ей удобно доставать тональность отсюда. Конечно же, для нанесения тональной основы я взяла спонжик. Это спонжик, с которым я вообще в последнее время не расстаюсь. Я обожаю наносить именно им. Мне кажется, да мне не кажется, я вижу. Я когда наношу крема, тональные средства, я смотрю, насколько сильно я тяну кожу. Потому стараюсь делать минимальные такие движения, чтобы не растягивать кожу. И спонжик, конечно, я балдею от того, как он наносит кожу. Наносит на кожу тональный крем. Просто в восторге. Конечно же, я его взяла в дорогу. Да, и он очень легкий. Ватные диски, ватные палочки, понятное дело. Безусловно, корректор под глаза, лифтинг, да, ну, чтобы все подтянуто, упругое, красивое было. Для укладки сюда я наложила воска. Обычный воск для укладки волос. Я его у корней вот так вот делаю, приподнимаю. И за счет этого держится объем. Ну, конечно же, кисти. Это то, без чего я не мыслю макияжа. И кисть растушевщик. Кисть для румян. Кисть для нанесения губной помады. Мелкие кисти для деталей в тенях. Ну, конечно же, двойная кисть для нанесения теней. Ну, естественно, черный контурный карандашик. Белый карандашик. Потому что где-то спрятать, где-то вот тут вот какие-то покраснения или еще что-то. Да, он визуально освежает, омолаживает. Дорога, дело такое. Крем под глаза. Опять же, да, синяки, мешки под глаза. Сразу свежесть. Естественно, это был мой выбор в дорогу. Конечно же, тени. Если я еду на автомобиле, я беру много теней, много разных гардеробов. Здесь я брала конкретно один гардероб. И, естественно, взяла... Это было тяжело. Но я в этот раз максимально минимальную косметичку собрала. Это запеченные тени коллекции Джордани. Очень удобно. Здесь можно такой свет светлый и под бровь наносить. И тоже высветлять, да, подвижное веко. И, соответственно, темненький. Хорошо и создавать форму глаза ей. И затенять надбровное вот это пространство. Отличные тени. В общем, мне очень не нравятся. Ну, и я не могу ходить с лохматыми бровями. Естественно, взяла набор для бровей. Здесь воск, здесь тени. И там же кисточки к нему идут, наборчики. Ну, и последние штрихи. Ага, контурный карандаш я выложила. Но у меня был еще контурный карандаш. Вот здесь в очередном бочонке. Но это уже у меня гель для век был. Здесь... Ай-яй-яй. Тоник. Тоник Рояль Вельвет. Маленькая баночка. Очень удобная. Вы видите, еще много осталось. Ну, уже меньше осталось. После того, как я вам показала. Но, тем не менее. Ну, и помада. Вот такая помада. Ее уже нет в производстве. Сняли. Но на данный момент мне очень нравится этот оттеночек. И я, в общем-то, с удовольствием им пользовалась. То есть, он такой коралловый. Кораллово-персиковый интересный. И на губах классно. И, в общем, мне очень нравится. Все. Моя косметичка пустая. Первый раз делаю видео на тему дорожная косметичка. Поэтому напишите, пожалуйста, интересно было или нет. Вообще впечатления. Может быть, пожелания какие-то. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.